Смерть в прямом эфире. В Харьковской области произошла просто чудовищная авария. Две девушки разбились на машине, когда стримили в Инстаграм. Это случилось в городе Изюме в Харьковской области. Вот видео, которое записывали погибшие. На нем видно, как девушки пьют шампанское прямо за рулем. Потом звук резко обрывается. Камера зафиксировала и сам момент ДТП. БМВ врезалась в опору ЛЭП и комментарии очевидцев после. Пассажирка погибла сразу. Ей было всего 16 лет. А 24-летняя девушка-водитель умерла по дороге в больницу. Машина, на которой погибли девушки, была с польской регистрацией. Безусловно, это никак не связано с причинами аварии. Но количество ДТП с участием автомобилей с иностранными номерами в последнее время резко возросло. Купить машину без растаможки – очень популярная схема в Украине. В результате водители таких авто лихо объезжают и украинские законы, и ответственность за нарушения. Сейчас засилие иностранцев на дорогах становится настоящей проблемой. Почему? О езде без правил. Руслан Смещук. Автомобили с иностранной регистрацией. С каждым годом на украинских дорогах их все больше. По официальным подсчетам – около полумиллиона. А неофициально – два с половиной. И все чаще так называемые поляки или литовцы мелькают в полицейских сводках. Плюс ребята часто молодые, которые хотят повыделываться, у которых еще не прошел этот азарт. Поэтому, да, многие нарушают, ездят неадекватно, агрессивно довольно. Это Влад Антонов, состатель сайта, который мониторит ДТП на улицах Киева и страны. Он каждый день выезжает на аварии. Говорит, авто с иностранными номерами – настоящая головная боль для всех. Ребята после ДТП на литовских номерах, на евро номерах вообще скрываются с места. Потому что они понимают, что машина стоит 2-3 тысячи евро. Они попадают, например, на 5-6. Зеленые карты, страховки, гражданской ответственности у них обычно нет. Поэтому дешевле в экономическом плане, конечно, бросить автомобиль и сбежать. Мы решили пойти на эксперимент. Едем в рейд, чтобы посмотреть, кто же нарушает чаще. Вот тут многие водители пересекают двойную сплошную. Впрочем, лихачат все. И с иностранной регистрацией, и с украинской. Тем временем, Влад рассказывает, часто водители литовцев и поляков попадают в аварии из-за плохого технического состояния машин. Автомобиль BMW врезался в отбойник, потом во второй отбойник. Ну, когда водитель вышел там с шишкой, с ссадинами, он сказал, что это далеко не первая авария. Все в порядке, все нормально. Куплю еще один автомобиль. Вскоре полиция прямо при нас останавливает поляка. И именно из-за технического состояния водитель общаться не хочет. Ничего не нарушил. Стоп не работает. Для того, чтобы вечером он поехал и нормально было. Выездите на машине с польской регистрацией, являясь гражданином Украины. А я могу у него есть? Ну, может, это ваше право. Я не хочу. Но главная проблема в безнаказанности таких водителей. Найти потом собственник. Он может так дать вам ключи, сказать, сейчас я подойду и уйти, и все. А бывают истории и вовсе жуткие. Водитель Ауди с литовскими номерами, если не ошибаюсь, сбил на дороге 9-летнего мальчика. Он мальчика поднял, положил в машину и сказал, что отвезет его. Мертвое тело мальчика потом нашли в кустах, то есть водитель его просто бросил. Убийца попался только из-за жадности. После аварии он попытался продать машину. Но обвинять всех украинских водителей, поляков и литовцев, конечно, нельзя. Среди них много вполне законопослушных. А их главная вина в желании сэкономить на растаможке, обойдя закон. Я думаю, мы за рахунок того, что Соня нас штовхает. Эти кадры Анна сняла в своей Таврии. Она живет за городом, и машина ей просто необходима. А вот денег мало. Но вдоль потолка в представителя Украфтопрома, Анна с мужем купили иностранца. Если Таврия стояла 700 долларов нам, то эту машину мы купили за 700 евро. И, конечно, мы собирались ее размытить в Украине, но митники пораховали мне, что это 5-6 тысяч евро. Анна решила просто пересекать границу раз в 5 дней. Ведь живет она под Ужгородом, и до Словакии рукой подать. Это неудобно, но денег на растаможку у семьи нет. Принайменно, эту разницу я каждый день чувствую. И эту машинку могу просто радоваться ей каждый день. Хочу прошло уже 2 года, когда я пересела на ней из Таврии. Ну а большинство украинцев идут другим путем. Покупают машину через посредников. Авто регистрируют на иностранную фирму, зачастую эффективную, а водитель управляет ею по доверенности. В такой схеме есть множество рисков. К примеру, машину могут отобрать, но украинцы все равно готовы рисковать. Ведь по закону получается дороже. Назревает необходимость упорядочения этого рынка. Многие, они платят, допустим, оформляют на какую-то фирму в Польше или в Литве свой автомобиль и платят в год несколько сот долларов. Вопрос, почему мы не можем таким образом легализировать этот автомобиль, и чтобы в наш бюджет, не в польский бюджет уходили эти деньги, а там 280 или 300 долларов в год платили здесь. Специалисты говорят, всему виной лобби фискалов и нардепов. Ведь на таможне точно видят, когда очередной верблюд, так называют иностранных граждан, перевозящих авто через границу, в 200-й раз завозит очередную машину. Просто бороться невыгодно. И легализировать тоже. Представьте себе, если растаможка будет стоить, например, 1400 евро, то люди пойдут и заплатят 1400 евро в бюджет, и растаможат автомобили, и будут ездить на украинских номерах. Но заинтересованы люди, чтобы именно вот эти 1400 евро наличкой шли вот этим фирмочкам и тем людям, которые крышуют этот бизнес. А пока одни набивают карманы деньгами, хитро обходя закон, другие колесят по украинским дорогам на авто с иностранными номерами, лихо закон объезжая. Руслан Смещук, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Сергей Ведмить и Алексей Шматов. Подробности недели телеканал Интер. Руслан Смещук, Марина Коваль, Юрий Ковалев, Сергей Ведмить и Алексей Шматов.